Здравствуйте, я Владислав. Я Григорий. Как ты считаешь, Влад, можно ли материализовать культурное наследие и историю в целом? То есть запечатлеть один фрагмент истории в определенном предмете? Именно. Конечно, можно. Культура и совокупность человеческих достижений в общественном, духовном и производственном отношении. Но, согласись, сохранить культуру могут только люди, и подобные им были всегда. И сегодня мы отправимся в гости к такому человеку. В 2009 году в нашем городе на базе Дворца культуры нефтяников возник детский ансамбль народного пения «Казачий круг». Для того, чтобы участники ансамбля еще больше могли соприкасаться с культурой и бытом казаков, был создан музей. Макитра, утюг, счеты, самовар, чесало, плетенные изделия, вышитые скатерти, картины – всего не перечесть. Надо просто прийти и увидеть все своими глазами. Аура тут особенная. Это чувствуют дети и с удовольствием здесь занимаются. Слушают лекции, разучивают новые песни. Здесь же хранятся многие тематические книги, песенники, диски с записями известных исполнителей народных песен и, прежде всего, кумира детей кубанского казачьего хора. Двери нашего музея открыты для всех жителей города Туапсе. Сюда приходят не только ученики, но и гости города. Народное творчество, как золотая нить, тянется к нам из глубины веков, от поколения к поколению, а мы сохраняем его и бережно, с любовью, передаем дальше следующему поколению. Театр. Театр – это место, где человек может соприкоснуться с ожившей культурой, с персонажами, с ошачами, со страниц книг, с полотен знаменитых художников, с произведений великих музыкантов. А самое главное – в театре не имеет значения статус и положение зрителя. Все неровны перед сценой, перед прекрасным. А эстетическое наслаждение от увиденного для людей, ценящих искусство, не передается словами. Словно ты смотришь сон или оживший роман. Да, в театральных постановках прослеживаются традиции народа, его пыль – национальные символы. Зарождение театра произошло из народных праздников, пений, танцев, обрядов, в которых участвовали группы людей. Самый первый театр появился в Древней Греции в 534 году до нашей эры. Сначала играл один актер. Постепенно актеров становилось все больше. И тогда существовало только два театральных жанра. Это была трагедия и телевизия. На сегодняшний день видов театрального искусства стало гораздо больше. Артистами театра могут быть не только люди, но и куклы, животные или предметы, которыми управляют за сценой. Сегодня мы в гостях в таком театре, который объединил в себе сразу несколько направлений театрального искусства. Туапсинский детский камерный театр, основанный в 1997 году, возглавляет бессменный режиссер и художественный руководитель Игорь Трофимович Мораль. В театре задействовано порядка 50 человек. Это молодые актеры, энтузиасты своего дела. С 2011 года благодаря директору Городского дворца культуры Александру Александровичу Николенко, начальнику отдела культуры города Туапсе Швалевой Оксане Евгеньевне и администрации города Туапсе, театральная студия «Карнавал» ведет свою активную деятельность на базе Городского дворца культуры. За годы творческой деятельности театр подарил маленькому зрителю не один десяток спектаклей и театрализованных представлений. Основными актерами театральной студии являются дети, которые учатся культуре, речи, сценическому и актерскому мастерству. Одно из направлений работы студии – кукольный театр. Искусство оживления кукол очень древнее, история его огромна, география очень широка. Кукольный театр располагает целым комплексом средств – художественные образы персонажей, оформления, слова и музыка. Кукла, играющая на сцене, живет для зрителя не условно, она реальность, ожившая сказка. Этому мастерству Игорь Трофимович уделяет особое внимание. Неоднократно театральная студия становилась победителями и призерами в конкурсах краевого и федерального значения. С недавних пор ребята освоили новый вид деятельности. Своими силами была создана видеостудия, где молодежь попробовала себя в роли ведущих актеров онлайн-спектаклей. В этом формате вышел спектакль «Последний свидетель», серия летних программ для детей и многое другое. Пожалуй, Влад, особенно интересно наблюдать за творчеством людей разносторонних, развивающихся сразу в нескольких направлениях. Еще более интересно наблюдать за людьми, которые в этом действительно преуспели. Согласен. Те, кто не просто хватаются за все подряд в надежде самореализоваться, а строят конкретные планы на жизнь, осуществляя их. Да. И далеко за примерами ходить не нужно. Сегодня мы отправимся в гости к действительно выдающейся личности, к нашему земляку Алексею Москаленко. Алексей, хотел бы спросить вас о вашем жизненном, а в большей части и творческом пути. Гриша, ты бы меня еще дядей Лешей назвал. Ну, правда, мы же друг друга знаем, сколько лет. Я тебя знаю еще очень-очень маленьким. Поэтому привет и добро пожаловать ко мне. Все-таки твой жизненный и творческий путь до сих пор не перестает меня удивлять. Ты мог бы рассказать об этом нашим зрителям? О том, как ты становился тем Алексеем Москаленко, которого мы знаем сегодня? Вообще, мне кажется, и очень хорошо, и это очень символично, то, что мы вот у меня на даче в Туапсе. Потому что первые свои творческие шаги, конечно, начинались здесь, в Туапсе. Это во многих интервью уже было сказано. Это мне 13 лет. И надо мной смеялись мои дети, одноклассники по дому. Все смеялись. Говорят, вот Леша Москаленко в школу покатился, потому что я был очень толстый. И это было все очень смешно. А тогда, 91-й год, 92-й год, в моду вошел рэп. Мы так называли спортивные танцы. Мы не знали, что это называется хип-хоп. Поэтому страна была совсем молодая. Все открывалось у нас. И вот эта мода на рэп, спортивные танцы. Я пошел похудеть. Алексей, что заряжает тебя на дальнейшие достижения? На дальнейшие достижения? Я не знаю. Это как наитие. Вот оно крутится, крутится вокруг тебя. Крутится это ощущение. И ты знаешь. Это план. Из которого потом перерастает бизнес-план. И тебе нужно, например, вот я хочу работать. Я артист, я вижу себя в этой роли. Я хочу сыграть эту роль. Я хочу танцевать на этой сцене. И я, как правило, добиваюсь. У меня в Париже не осталось работ, которые бы я не сделал. Я сделал все работы, которые бы хотел. Это только часть беседы. Следующая программа будет целиком посвящена нашей встрече с Алексеем. Григорий, сегодня я задумался на тему древних профессий. Вот какие ты знаешь? Кузнечное ремесло, кожевничество. А как же гончарное дело? Причем здесь гончарное дело? Этот процесс стал крайне примитивным и оптимизированным. На твоем месте я бы не был так категоричен. Недавно в центре города видел, как гончар из куска глины своими руками сделал вазу. Настоящую вазу. Получается, что гончарное дело не такое уж и примитивное ремесло. Каждое изделие, созданное гончаром, по-своему уникально и прекрасно. Оно не идет ни в какое сравнение с массовым производством. И сегодня ты в этом убедишься. С незапамятных времен человек научился обрабатывать глину, использовать гончарный круг, вытягивать на нем различные сосуды. Закаленные обжигом, но все же непрочные предметы служили каждому поколению людей и уходили из жизни вместе с ним. Гончарному делу свойственна глубокая преемственность традиций. Пожалуй, ни один другой вид народного искусства не обладает такой устойчивостью форм и технических приемов. Глиняные изделия изготовляли повсюду, где находились залежи гончарных глин. А сама их обработка, приготовление глиняной массы, создание с помощью быстрого вращения гончарного круга из бесформенного комка объемного предмета, украшение его простейшими способами, весь этот процесс, повторяемый многими поколениями мастеров, привел к своеобразной универсальности этого искусства. Все существующие поныне виды гончарной техники, как и многие современные формы сосудов, человечество знало еще с глубокой древности. Вместе с тем, подобно любому произведению народного искусства, керамика всегда современна и в то же время несет в себе печать времени. Сегодня мы в гончарной мастерской Купава, где мастера учат создавать своими руками посуду, игрушки, украшения и предметы интерьера. Помимо того, что работа за гончарным кругом – это занятие увлекательное, оно еще и помогает лучше координировать действия, тренирует память и помогает выработать логическое мышление. В мастерской Купава любой желающий может создать свое уникальное изделие, пройдя все стадии изготовления. Приятным моментом является тот факт, что созданное вами произведение искусства вы забираете с собой, и оно будет украшать ваш интерьер или служить в быту. На сегодня все. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok